Мы благодарим Тебя за это время прекрасное. Спасибо Тебе, Господи, за каждое слово, сказанное здесь сегодня, за слово о десятине, за свидетельства прекрасные, которые мы слышали, за песни, которые мы пели. Боже, мы так благодарны Тебе за то, что Ты сейчас с нами. Мы просто переживаем Твое присутствие. И мы также просим, говори сейчас к нам, Господи. Мы нуждаемся в Твоем слове, поэтому проговори к нам сегодня, коснись наших сердец, посей в нас свое живое семя. И пускай это семя упадет в добрую почву, пускай наше сердце сейчас, оно будет открыто, уши пускай будут приготовлены к слышанию, а сердце пускай будет открыто к восприятию Твоего слова. Чтобы мы ушли отсюда не просто слушателями забывчивыми, но чтобы мы стали исполнителями Твоего слова. Пускай это слово изменит нас, преобразует нас, а также изменяет и преобразует мир, который вокруг нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Итак, место, на котором мы сегодня будем размышлять, оно записано в книге Притч, 24 глава. Я хочу прочитать его с 10 по 12 стих, потому что здесь 11 стих, а мы прочитаем стих до и стих после. Так, где мои окуляры? Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила Твоя. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытывающие сердца разве не знают? Наблюдающий над душою Твоею знает это и воздаст человеку по делам его. Аминь. Слово Господне. Знаете, это слово, оно должно звучать в наших сердцах как призыв, как мотив, как отклик такой, как страстное желание исполнить эту Божью волю, спасать взятых на смерть. У нас в нашем сердце, как мы говорили в пятницах, кто был на хлебопреломлении, мы говорили, у невесты Христовой, у нее должно быть внутреннее желание, у нее должна быть страсть. страсть и желание на уровне безумства. В Библии сказано, мы безумны Христа ради. То есть у влюбленных людей, которые влюбляются, у них в полном смысле этого слова срывает крышу. Ну, они могут делать безумные вещи ради своего возлюбленного. Они могут идти очень долго, они могут залазить, как я когда-то, помните, я рассказывал, как я вспоминаю. Есть моменты в жизни, которые забыть невозможно. Я залез по дереву на высоту трех этажа, а у нас такой сталинский дом старый, то есть третий этаж, это как где-то пятый этаж на наших этажах. К девушке, которая была моей возлюбленной, я залез по этому дереву на пятый этаж. Эта ветка так шаталась возле окна, и я там что-то ей там рассказывал о любви. Сейчас меня загнать на это дерево, заплатили бы мне 100 долларов, я бы на него не залез. Но любовь, она творит чудеса. То есть мы становимся ради любви немножко, ну... Когда мы говорим об этом месте Писания, а теперь я серьезно, Бог ожидает от нас страстного желания. Я бы даже так сказал. Есть такое выражение, мы знаем об этом, об одержимости. Подумайте, вот мы знаем из Писания, что есть люди одержимые, да? Что такое одержимый человек? Это когда он уже не может сам себя умом, он не контролирует, то есть есть некая сила, которая им владеет, и которая его ведет, и влечет его. Но только одержимость плохая, она ведет и влечет человека в ад. Когда человек одержимый наркотиками или алкоголем, это сила неведомая, вернее, как неведомая, то есть мы знаем, что это темная сила, она влечет, она понуждает человека для того, чтобы он совершал неразумные поступки, и конец всего – это ад. То есть она, это сила, которая им завладевает, она его приводит куда? В ад. Конечная цель – это смерть. Так вот таким же образом, но только хорошим образом, мы должны быть одержимы Духом Святым. Мы должны быть влекомы, влечомы, вводимы, направляемы Святым Духом, который будет вести нас только в Царство Божие, который будет понуждать нас и мотивировать хорошим делам, благочестивым делам, к жажде сделать что-то хорошее. Как алкоголик или наркоман, у него жажда пойти раскумариться, так у верующего человека. У него должна быть жажда правильная пойти и сделать добро, как вот мы смотрели, Саша показывал этот клип. То есть у него было желание, если он видит нужду, у него появляется страстное желание, ответить на эту нужду. И когда этой страсти и желания нет, друзья мои, что-то значит с нами не в порядке. Если этой жажды нет, если, читая это слово, у нас нет желания спасать взятых на смерть, у нас не горит по этому сердцу, значит что-то с нами не в порядке, надо исцеление, надо изменение. Поэтому, когда мы слышим это местописание, слава Богу за нашу церковь, нельзя сказать, что мы в этом хромаем или отстаем. Я благодарю Бога за то, что Бог дал нам это видение, и мы в этом видении двигаемся. И большинство из вас принимают действительно непосредственное участие. Кто на передовой, кто в службе поддержки, в тылах, благословляя, воодушевляя это служение, поддерживая финансово, молитвой. Спасибо Господу за то, что сегодня мы можем делать то, что мы делаем. И вот такие свидетельства, как Валик сегодня свидетельствовал, это часть этого большого труда, который делает наша церковь, спасать взятых на смерть. Это призыв к действию, друзья. Именно, повторяю, к действию. Это внутреннее побуждение что-то делать. Ну, не в смысле что-то делать, а спасать. Я сам вырос на берегу моря, и это буквально звучит на берегу моря. На берегу, это значит, мой дом находился, театральная 42, как сейчас я помню, а буквально 20 или 30 метров начиналась набережная. То есть мой дом был последний в улице, и уже дальше набережная, и стоял причал, на который приходили прогулочные корабли. И это все с моего окна. Это прямо вот так вот все это было передо мной. И для меня, когда я говорю о море, и о том, что связано с морем, это не слова, это действительно часть моей жизни, по которой очень тоскую до сегодняшнего дня. Я, наверное, буду до дня вечности, когда заберет, тасковает. И вот с морем у меня много историй разных связано. И я один раз тонул. Был такой момент в моей жизни, когда я тонул, будучи очень маленьким. Я не помню, как произошел этот момент, но я реально помню тот момент, что когда я начал захлебываться, потому что это как картинка такая, сейчас ясная у меня картинка. Я захлебываюсь, и передо мной, мне было лет 5 или 6, точно, не больше, и передо мной картинка всей моей маленькой на то время жизни пролетела. Вот что я запомнил, поэтому, когда показывают фильмы, что у людей картинка жизни, друзья, вот это в моей истории было точно так. Я помню, как картинки такие у меня, вот как пленка, кинопленка, пробегала. Ну, меня вытащили. Слава Богу, меня вытащили, короче, ну, спасли, все нормально со мной, я вот перед вами сейчас стою. И был момент, когда я сам тоже спасал человека. То есть у меня такой был момент, когда на пирсе мальчик упал в воду, и он не умел плавать сто процентов, но он постарше был, где-то ему 8-9 было. И я с пирса, короче, нырнул, ну, а я как раз пробегал по этому пирсу, я смотрю, короче, он барахтается на дно идет, и я нырнул, и достал его, мне так было приятно, там мама его подходит ко мне, там, ой, спасибо, я такой себя так чувствовал, но я же вытащил этого человека. Хотя сам был пацан молодой, мне тоже там, ну, подросток еще был. Когда мы говорим о спасении, когда Слово Божие говорит, спасай взятых на смерть, у меня такая картинка возникла, с которой бы я хотел с вами поделиться. Представьте, что вы гуляете по пирсу со своей женой, может быть, с детьми, может быть, сами или с друзьями, и вы видите человека, который упал с пирса. Вы не знаете, почему он упал, или сам оттуда прыгнул, он, короче, он барахтается, и вы подходите к этому человеку, подходите к пирсу, так смотрит, чтобы нагляднее было, говорит, эй, друг, ты что там делаешь? Ты что, тонешь? Ты знаешь, тонуть это плохо, подумая о своих родных. Просто представь, как им будет тяжело без тебя, когда ты утонешь. Представь, как будут плакать твоя мама, у тебя, наверное, которые дети есть, как они будут страдать. И вообще, посмотри, как хорошо на берегу. Ты просто посмотри, как нам хорошо. Посмотри, какая у меня красивая жена, посмотри, какой я счастливый человек. Знаешь, у меня есть хороший бизнес. Посмотри, какой у меня костюм хороший. И вообще, ты знаешь, что вода холодная. И даже если ты не утонешь, то ты можешь простудиться. Поэтому я предлагаю тебе, я советую тебе, пожалуйста, не тони. Потому что ты утонешь навсегда. Ты же понимаешь, что утонуть, это не в смысле, что ты навсегда утонешь, ты навсегда погибнешь. Поэтому я тебе просто советую, рекомендую тебе. Я тебя, я просто упрашиваю тебя, пожалуйста, не тони. Вылази оттуда вам и будь как я. Ходи нормально по берегу. Зачем? Зачем тонуть? Ходи, как все нормальные люди. Можешь себе такую картинку представить? Вы знаете, что сегодня, друзья, происходит? Я думаю, что сегодня церковь похожа на таких людей. Сегодня церковь, о которой сказано здесь, она делает все возможное, чтобы уговорить грешника. Она его уговаривает. И это здорово, когда она показывает хороший пример. Как хорошо, что у тебя есть семья, дети. И можем говорить, ну зачем вам? Ну зачем вам погибать? Ну посмотрите, как хорошо мы живем. Посмотрите, что у нас все хорошо. Какие у нас детки хорошие, какие у нас семьи хорошие. Это все здорово. Поэтому вам не надо. Зачем? Будьте как мы, пожалуйста. Просто приходите к нам. Не тоните, пожалуйста. Не погибайте, пожалуйста. Станьте хорошими. И, ну вы знаете, когда говорится о спасении, то в чем ты находился, если ты видишь, что человек тонет, надо нырять в чем-то есть. Ну, конечно, если ботинки тяжелые, то лучше их снять. И не надо думать, а какая там вода попробовать. Потому что если ты начнешь долго слишком раздумывать, то может человек утонуть. Поэтому правильным решением спасать является незамедлительно броситься в воду. Ну, конечно же, при условии, что ты плавать умеешь. В том плане, что ты умеешь плавать. Что тебя научили плавать. Спасибо Господу за мою маму, которая меня плавать научила. Я свои дети тоже учу плавать. Это здорово, когда мы умеем плавать, когда мы умеем спасать. И вы знаете, ответственность церкви также заключается в том, чтобы научить людей плавать в этом мире и спасать погибающих. Это с нами, это наша с вами ответственность. Спасение человека это значит принимать непосредственное участие. Это производить какие-то определенные действия. Это не просто слова. В послании Иакова во 2 главе 26 стихе сказаны такие слова. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. То есть, оказывается, все наши слова, даже самые правильные, даже самые хорошие, самые на 100% богословские правильные, если они без дела, то это все мертвое. Все наши уговоры, все наши семинары, все наши примеры и все, 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 друзья, что мы делаем. И если не спасаемо, это все мертвое. Аминь. Если это не приносит пользы человеку, который тонет, это все бессмысленно, если нет конкретного дела. Я могу себе представить, пофантазировать, я люблю фантазировать. Вы знаете историю все с Лотом. Авраам и Лот. И вот Лот, о котором говорят, что он был, Библия говорит, что он был праведным. Но на тот момент, когда рассказывается эта история о Аврааме и Лоте, они начали между Авраамом и Лотом возникать определенные трения. И Лот захотел жить отдельно от праведника. То есть был Авраам, то есть тот человек, которому конкретно говорил Бог, на нем было Божие благословение, на нем было Божие помазание. И все, что рядом с Авраамом было, оно все тоже попадало под благословение. Аминь. То есть вы понимаете этот принцип, да? Рядом с праведником, рядом с благословенным человеком, и ты будешь благословен. И так было в жизни Лота. То есть он был в благословении, пока он находился в присутствии, в помазании, в благословении Авраама. Но на тот момент на его, пришел ему в голову такой, что он думает, а, наверное, мне лучше будет здесь. Он увидел, что там более обширные поля, там то и то, намного лучше, и решил пожить там. И, короче, когда он начал жить там, пришли, короче, другие цари, они его завоевали, по-другому быть не может, просто дело времени. То есть они его завоевали, как написано, взяли в плен его, его жену, его детей, все, что у него было. Ну, короче, рабом он стал, другими словами. Завоевали его и увели. Что делает Авраам? Ну, слава Богу, что Авраам не был богословом. Он был простым, исполнителем Божьей воли. Потому что, если бы он был богословом, он бы сказал, а-а-а, вот видишь, вот видишь, вот так тебе и надо. Вот пускай последствия твоего решения, пускай они теперь в твоей жизни, вот увидишь, как от меня отойти. А-а-а, понял? А я же тебе говорил, что со мной быть тебе лучше. Я же тебе говорил, вот теперь видишь, что с тобой произошло. Все произошло по Писанию. Отошел, получай, рабом будешь. Но, слава Богу, что он не был богословом. Авраам был по сердцу Божьему. У него было это понимание, у него была эта страсть. И поэтому, не раздумывая, он даже не посчитал, сколько у того этих было воинов. Набрал те, которые у него были, собрал этих там 300 или 500, я не помню человек, но не суть, важно, сколько их было. Написано, что они, он когда услышал, что его племянника Лота взяли, он все побросал, все свои дела оставил, взял воинов вооруженных, побежал, догнал, победил, разбил, вернул его, спас. То есть, другими словами, что он сделал? Он его спас от верной, неминуемой гибели, потому что Лот бы сам уже все, то есть, он же сам не справился, его уже все, его завоевали, пленили, и скорее всего, его бы казнили, все, для него это был конец. Спасение всегда выражается в делах, не в поучениях, потому что можно было бы с горы стоять и говорить, а, я же тебе говорил, слава Богу, что я спасен, а вот видишь, теперь ты почувствовал, что теперь происходит с тобой. то есть, всегда это дела, друзья мои. То, о чем сегодня говорил Саша, Андрей, живая церковь, она всегда не только говорит о том, что придите к нам и станьте такие, как мы. Живая церковь идет в хостел, она идет в тюрьму, как Дима идет в тюрьму, она занимается реабилитацией, она ходит к бедным детям в эти бедные семьи, которые, в принципе, можно было бы о них, обо всех сказать, по большому-то счету, сами туда попали, что они в тюрьму, как они туда попали, сами виноваты, сто процентов, что туда загонял кто-то, запихивал, сами выбрали путь, по которому идти. Что, колодца начинали, они знали, что с ними будет? Да, в 99% знали. То есть, по большому счету, они не заслуживают, чтобы их спасали. По большому счету. Но не так думает Бог. И эта песня, которую Костя последний пел, «Дай увидеть твой мир твоими глазами». Она очень близка к сегодняшней теме. Потому что Бог на них смотрит другими глазами. Он смотрит на них, как на потерянных овечек, которые сами никогда не найдутся, если их кто-то не спасет. Он смотрит на них, как на этого утопающего, которому сколько бы ты ни говорил о том, что вылази, он сам, если ему не протянуть эту руку, оттуда не выберется. Он не выберется сам. Это ложь, когда говорят, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Не может человек, который уже тонет, спасти себя сам. Необходимо, чтобы кто-то пришел в его жизнь и протянул ему эту руку. Господь дал нам благодать для спасения. Я это очень важно подчеркнул у себя. Бог дал нам, церкви и каждому из вас, особенной благодати, сверхъестественной силы, возможностей для того, чтобы мы спасали взятых на смерть. Он учит нас, чтобы мы умели плавать. Для этого Он дал нам эту церковь, в которой нас учат, как спасать взятых на смерть, как плавать в этом мире суеты и не осуетиться, и самому не утонуть, других за собой не потащить, а наоборот научиться спасать. Потому что можно так жить, что не учиться плавать, можно так верить и так в церковь ходить, что никогда других спасать не можешь, а только сам нуждаешься, чтобы за тебя постоянно молились, у тебя постоянно проблемы. А почему? Потому что ты сам живешь в этой суете, в этом момуте, закрутило тебя, замутило так, что не то, что о ком-то думать, ты о себе позаботиться не можешь, тебя спасать надо. И такое бывает, к сожалению. Мне очень нравится история о самарянине. О добром самарянина вызывают. Потому что этот человек, он как пример, хороший пример во всем, для нас хороший пример, Иисус его поставил пример. Но очень интересная мысль, что несмотря на то, что он был успешным человеком, как сегодня некоторые исследователи говорят, они когда исследовали, ну, к этому, простите меня, может быть, не совсем в это верю, как это описывается, но они так говорят, я так читал, что если посмотреть на того самарянина и, например, на современного человека, то это было бы примерно так, что бизнесмен ехал бы на Мерседесе, то есть, потому что это как бы осел, у него на то время не каждый мог иметь там личный транспорт. То есть, у него был осел, у него были деньги, достаточно большие деньги, потому что там про содержание человека, гостинице стоило недешево, и у него было с собой и масло, и вино, то есть, он был, как у нас по народу говорят, затаренный, то есть, у него все это было, то есть, это был человек не бедный, не проходимец какой-то, то есть, это человек состоятельный, который в этом мире что-то представлял. Аминь, слышите? Чтобы что-то дать, надо что-то иметь. Чтобы спасать, необходимо плавать, самому уметь. Аминь? Так вот, этот человек, он это имел. То есть, умел заработать, умел правильно распорядиться, умел это, наверное, сохранить правильно, потому что все это при нем было. То есть, это был, ну, человек при деле. Ну, и самое важное, что проезжая на этом Мерседесе, он не проехал мимо этого человека. Не сказал, а, посмотри на меня, на мою жизнь, я тут на осле, а ты вообще голый лежишь там. А, жизнь научила тебя? Ага. Вот так вот. Будешь знать, как жить неправильно. Посмотри, как правильно жить надо. На меня посмотри. И денежки есть. И машина, посмотри, какая у меня хорошая. Но он так не поступил. Он взял его и в этот Мерседес посадил. В реабилитационный центр его отвез. В отчий дом. Еще заплатил за его там содержание ежемесячное. Аминь, аминь. Слышите? Этот человек умел, как спасать. Он умел плавать в этой жизни. Умел заработать, умел поделиться, умел послужить. И поэтому эта история такая наглядная сегодня для нас. Церковь должна уметь плавать. Церковь должна уметь зарабатывать. Люди в церковь. Не знаю, где церковь. Потому что я тоже братья и сестры, простите, но я что-то разочарованный в церковных бизнесах. То есть я не верю, что есть церковный бизнес. Я верю, что в церкви должны быть бизнесмены. Люди состоятельные, которые могут вот такие вещи создать. А бизнес церковный может где-то, где-то, когда-то что-то такое подобное произошло, случилось. Но я такого еще не верю. То есть я верю, что люди в церкви, мы с вами, это те люди, которые, вот эти вот самариане, которые мотивируют, которые могут, которые умеют, научились плавать. И они помогают. Бог хочет от нас действий. И его призыв звучит именно так. Спасай. Спасай. И вот это место, которое очень такое, ну как оно, как ножом так проникает в глубину сердца. неужели откажешься от этого? Вообще, неужели тебе такая мысль в голову может прийти, что они сами могут спастись? Неужели, неужели, если так написано, что они говорят, так да, так и да. Так и есть такие люди, есть такие церкви, есть верующие такие в церкви, которые думают, что они сами могут прийти, что они сами могут спасти, что этот уступающий каким-то чудесным образом сам, короче, может чуть-чуть раз и вылезти, что эта овечка сама побродила, побродила и вернулась? Знаете, есть два огромных заблуждения в церкви, которые основаны на основании Библии. Первое заблуждение, которое есть, это когда люди на основании Слова Божьего, они верят так, таким образом, они верят, они верят, что блудный сын на какой-то момент он вернется в дом. То есть история о блудном сыне, она же говорит, и можно так сказать, ну, ведь блудный сын вернулся в дом. Аминь! Он вернулся в дом. Но только не забывайте, что он был сыном, и он находился в доме отца, и он мог сказать такие слова, в доме отца моего много еды, и даже работники, и даже наемники в достатке живут. То есть он до этого жил в этом доме. Он знал отца, он знал его как любящего, он знал, что у отца в доме всего в достатке. И это могут быть только те, которые знали, как жить с Богом. Они знали, что такое церковь, они знали, что такое Бог, его любовь, его милость. А как может знать наркоман или бомж или тот о Божьей любви, если он никогда порога церкви не переступал? Он не может знать о Божьей любви, что в его доме много еды, любви и заботы, если ему не прийти и не рассказать. Второе место Писания, которое тоже вводит в Аману иногда, это место издеяния апостолов, где сказано так, что от церковь молилась, пела, а Бог прилагал спасаемых к церкви. Вот такая идиллия. Аллилуйя! Нам ничего не надо. Самое главное, что мы красивые песни поем. А как мы молимся? И вот этого нам достаточно. А Бог сам будет приводить. Он ангелов пошлет, я не знаю, кого он еще пошлет, но нам не надо приводить. Сам Бог будет приводить спасаемых в церковь. Друзья, это второе заблуждение. Никогда Бог ангелов не пошлет для спасения людей. Для спасения людей Он посылает людей. Аминь. И если вы не пойдете, то кто пойдет? Если все будут петь и молиться, кто пойдет? Кого мне послать? Он говорит. Кто пойдет? Ангелы полетят? Не полетят ангелы. Ангелы полетят уже, когда будет собирать урожай, уже будет отделять грешников от праведников, козлов от овец. А это Он поручил нам, церкви, вам и мне. Поэтому два таких заблуждения, которые сегодня могут люди себя оправдывать. Я хожу в церковь, я мне не на это все, это Бог сам своими силами все это будет действовать. Нет, Он так не действует. Он действует в этом мире через церковь свою. И поэтому Он дал это повеление спасай. Неужели ты откажешься? Брат мой, сестра, неужели ты откажешься от Божьего плана на твою жизнь? А ведь это Его план на твою жизнь, чтобы ты спасал. Неужели ты откажешься от Божьего плана? Неужели ты откажешься от Божьей воли для тебя? Неужели ты откажешься от Божьих наград, которые для тебя приготовлены? От Божьих благословений? А по большому счету, неужели ты, мой дорогой брат и сестра, думаешь, что ты спасешься? В доме царском. Помните, как он сказал Есфире? Когда Мардахей пришел и говорит, послушай, надо спасать. Послушай, есть проблема, надо спасать. Он говорит, ну, он говорит, неужели ты думаешь, что ты спасешься? Что ты здесь находишься? Что ты думаешь, что церковь начал ходить, и ты думаешь, что ты из-за этого спасешься? Если ты не спасаешь взятых на смерть, не думай, что ты спасешься. Вот тоже сегодня читали это место. Саша читал. Когда скажут правильники, Господи, а когда это мы тебя видели? А другие будут говорить, Господи, а когда же это мы тебе не помогли? А когда же это мы мимо прошли? А вот именно тогда, друзья мои, он так и скажет, а именно тогда, когда вот эти конвертики собирали на миссионерство, когда в тюрьму ходили, в хостел ходили, к детям бедным ездили. А ты, где ты был? Ты думал, что ты мимо? Пройдет тебя. Что тебя это не касается? Что это не твое дело? Что ты уже спасся, и слава Богу. Матфея 28, глава 19, стихе сказано. «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Здесь говорится о посланничестве, о том, что мы делаем, о том, что мы спасаем здесь, здесь, которые находятся, а также о тех, которые там, которые действительно тонут и не знают. И если им не протянут руку этим народностям, этим бедным помирцам и другим, кто их спасет? Сами они, можно так сказать, ну, соберите делегацию, так представься, да? Ну вот, вы же там есть, но соберите делегацию, поедьте в какую-то церковь или в какую-то страну христианскую, узнайте о Боге. То есть даже думать так как-то, как может такой в голову прийти? Они никогда не поедут и не узнают, если к ним не приехать и не рассказать, что есть Бог, который их любит. Такого никогда не произойдет, если мы с вами туда не пойдем. Поэтому мало того, что надо об этом говорить, надо туда ехать, необходимо еще и учить, как плавать. Есть такой хороший девиз. Наш девиз, четыре слова, «Спасся сам, спасай другого». Ведь это замечательно, когда мы, будучи сами спасены, учим этому других людей. Это слава Богу, что меня, конченого наркомана и бандита, когда-то спасли, приехав ко мне в тюрьму, когда я сидел на 30-х. Приехали немецкие верующие, братья с Германией, потом приходили баптисты со Львовской церкви. И меня буквально в смысле спасли. Бесполезно было бы ждать, чтобы я сам куда-то пошел. Ко мне пришли. И меня в буквальном смысле спасли своей любовью, своими зубными пастами, которые мне приносили, щетками и конвертами, в которых я нуждался. Буквально спасли меня. А после этого я мог помочь Андрею, Диме, которые теперь других спасают. Теперь есть Талалай, который других дальше спасает. И это замечательно, друзья. Это здорово, что Божий план действует. А действует он тогда, когда мы с вами горим этим, когда мы этим живем, когда в нас есть эта страсть. Потому что если в нас нету этой страсти, поверьте мне, мы живем в благословенное время, поверьте мне, это такое. Но не всегда так будет. Вот я вот в чем я уверен, не всегда так будет. Это слава Богу, что сейчас у нас на Украине и именно Виннице вот сейчас такое время. Но вы знаете, всего лишь несколько лет назад, буквально 10 лет назад в Донецке верующие тоже так думали, что все будет, наверное, так всегда. Может быть. Потому что в Донецке где-то, я не помню точно, лет 10, наверное, назад, именно в Донецке в одной из церквей я проходил школу ЕШЛ. Сегодня это здание забрали сепаратисты. Сегодня в этом здании сепаратисты находятся. Кто мог подумать 10 лет назад, что то в здании, в котором я учился, как евангелизировать, евангелизационная школа, лидеры, сегодня эта церковь будет принадлежать сепаратистам. Что в этом здании не будут больше Бога прославлять. Не всегда так будет, друзья мои. Не всегда у нас будет такое благополучие. И когда придут проблемы, они по-любому придут, только в разных они видах могут в нашу жизнь приходить. Если ты не горел для Бога, твой огонек легко потушить. Он очень легко потушится. Если ты не горишь страстью по Богу, по спасению людей, то когда придут трудности и проблемы, очень легко твой огонек затухнет. Под всеми этими проблемами и трудностями, которые на тебя свалятся, ты сразу начнешь память, разум свой включать, мысли свои человеческие. И все. А Библия говорит, будьте безумны Христа ради. Потому что когда ты такой, когда ты водимый Духом Святым, когда ты наполненный Духом Святым, то ты для Него будешь гореть. И в заключение хочу сказать. Притча 24, 12, 12. Скажешь ли, вот мы не знали этого? Слушайте, оправдания не будет. По крайней мере, тем, которые в этом зале уже сидят точно. Вы уже все знаете. Вам уже рассказали. Оправдания не будет. Не можешь ты сказать, но я не знал. Потому что буквально каждую неделю мы с этой кафедры или оттуда, снизу, мы говорим о том, чем занимается церковь, куда мы ходим, что мы делаем, как важно спасение этих людей, что сами они не смогут спастись, если вы в этом не поможете, если вы в этом не будете, как церковь, участвовать. И одно из частей, то, что мы делаем, одно из частей, это обет веры. Это обет веры, о которой мы с вами говорили. Это обещание Богу, которое мы дали, что мы будем в течение года, как церковь, поддерживать миссионеров. Пять человек мы, миссионеров, поддерживаем. Я со своей стороны, я не могу за вас отвечать, но я за себя держу ответ перед Богом. Вот с вами сегодня свидетельствую. Как я обещал Богу в течение всего месяца, я ни разу не проехал на маршрутном такси, я не ездил на такси. Все деньги, которые я сэкономил, вот у меня в этом конвертике лежат обещания Богу, я свое. Я за себя перед Богом отвечаю, я исполняю. Я то, что пообещал, я Богу, я исполняю. Я молюсь каждое утро о миссионерах на Памире, которые я пообещал. Каждое утро, каждый день. И вы знаете, у меня есть глубокая уверенность, что Богу это нравится. Вот я так, каждый раз, когда я это делаю, я думаю, Господь, то, чем тоже в пятницу говорил, мне нравится осознавать то, что я нравлюсь Богу, что то, что я делаю, это Богу приятно, Ему это нравится. Поэтому, друзья мои, будьте верны Богу, то, что пообещали, делайте. И поверьте, Бог на это презрит. Так написано. Бог презирает на тех, чье сердце вполне предано Ему. Пускай в вашей жизни будут только благословения. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Отец наш Небесный, Господь наш и Бог, спасибо Тебе за это время, спасибо Тебе за это слово. Мы благодарны Тебе, что мы можем, Господи, быть частью Твоей миссии, частью Твоего дела по спасению людей погибающих. Спасибо, что мы можем сегодня служить зависимым людям. Спасибо, что мы можем сегодня поддерживать миссионеров. Боже, спасибо Тебе за это. Благослови нас, как церковь, и в дальнейшем, чтобы мы могли выполнять обещания Тебе, чтобы мы могли выполнять миссию и Твою волю для нашей жизни. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Я хочу напомнить вам, друзья. Сына и Святого Духа. Продолжение следует...